Что для меня Рождество? Раньше при праздновании этого дня в голове всегда была картинка вертепа, Иисус со своими родителями, радостные животные, пастухи, волхвы с подарками. И огромная радость. И раньше я думала, ну радость, да, радость от того, что Спаситель родился, что мы все спасены, что это просто начало какой-то новой жизни. А в этом году у меня родился сын, и я думаю, что сейчас для меня Рождество это, наверное, семейный праздник. И радость Марии и Иисуса, она стала более понятной. Ведь через сколько тревог они прошли, через сколько сомнений, страха, через боль. И вот этот момент рождения Христа, это результат огромного труда. И думаю, сейчас Рождество это праздник рождения нового члена семьи, которому мы празднуем уже 2000 лет. Но каждый раз это очень счастливое событие, и поэтому мы обмениваемся подарками, мы наряжаем дома, потому что мы хотим разделить его со всеми своими близкими. Доброе утро, дорогая церковь! В ожидании Рождества каждую неделю мы зажигаем свечи Адвента. На прошлой неделе мы зажигали пророческую свечу, а сегодня мы зажигаем Вифлеемскую. Две тысячи лет назад зажглась, пожалуй, самая долгожданная и желанная звезда на земле. Волхвы последовали за ее светом, чтобы встретиться с младенцем Иисусом. Давайте. В Евангелии от Матфея во второй главе написано. Только представьте, какая это честь быть первыми, кто увидел Иисуса. И ведь у каждого из нас была эта первая встреча, поэтому сегодня мы зажигаем эту свечу не только как символ рождения Иисуса, но также как и напоминание о нашей с Ним первой встрече. Давайте встанем и помолимся. Дорогой Господь, мы ожидаем Рождества, мы ожидаем этого светлого праздника, Господи. И в это время Адвента мы хотим готовить свои сердца для того, чтобы встретить Тебя уже который раз с чистыми сердцами, встретить Тебя в этом мире, Господи. Я благодарю Тебя за то, что Ты каждый год зажигаешь перед нами Вифлеемскую звезду, за светом которой мы идем, для того, чтобы встретиться с Тобой, за то, что Ты освещаешь нам путь. И мы очень ценим это время, когда можем снова пережить эти события, снова возрадоваться Твоему рождению и, может быть, открыть Тебя с новой стороны. И, Господи, я молю Тебя за тех людей, кто еще слеп, кто еще не увидел свет этой Вифлеемской звезды. Господи, прошу, откроем глаза, поверни их взор к ее свету, чтобы они, увидев, смогли пойти на этот свет, прийти и встретиться с Тобой. То будешь Ты прославлен во веки. Аминь.